Всем привет! Меня зовут Татьяна Попова и это мой видеоблог на телеканале «Новый мир о международной безопасности». Российские олигархи достаточно дружно начали критиковать войну России с Украиной после 24 февраля. Абрамович даже пытался выступить посредником в переговорах, хотя до этого 8 лет ее не только поддерживали, но и помогали в международных связях. Тут можно вспомнить о связи Дерипаски с Манафортом и его совместный отдых с чиновником Кремля Приходько на яхте с девушками с пониженной социальной ответственностью, что расследовала команда Навального несколько лет назад. Команда издания «Инсайдер» расследовала аналогичный случай совместного отдыха Дерипаски и Лаврова с их любовницами в Японии. «Инсайдер» известен своими расследованиями с Берлинкетом отравлений российских оппозиционеров и по сбитому Боингу MH17. Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты интервью с главредом «Инсайдера» Романом Доброхотовым. Роман, расскажите нам прежде всего о вашем последнем расследовании о дружбе и коррупции Лавровой и Дерипаске. Да, но я бы не назвал это расследованием, это скорее была такая интересная история, которая просто подтверждает предыдущее расследование. А ранее было, если не ошибаюсь, это были важные истории, которые делали расследование про Дерипаску. Плюс затем фонд борьбы с коррупцией подтвердил это расследование. Оно касалось того, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, по сути, живет на содержании у Дерипаски, причем живет вместе со своей любовницей. Я бы назвал ее гражданской женой, но она не может быть никакой женой, потому что у нее есть официальная жена, поскольку у нас пока все еще многоженство не разрешили, поэтому приходится называть ее любовницей. Соответственно, и любовница, и дочка, это любовница, то есть падчерица, получается, Лаврова. Они живут на виллах Дерипаске, катаются на яхтах Дерипаске. И то, что мы нашли, это отдельная история, которая, на мой взгляд, даже чуть более иллюстративная, яркая, чем предыдущая. Это то, что во время своего совершенно официального визита в Японию в 2018 году, через несколько недель после отравления Скрипалей, кстати, это была одна из тем, которую Лавров там поднимал и рассказывал, что он хочет узнать, где находится Скрипаль с его дочерью, видимо, для того, чтобы окончательно... Отравить окончательно, да. Да, да, ну не добили первый раз, и он требовал сказать, где же они сейчас находятся. Вот, и вот в ходе этого же визита, не знаю, после или до официального мероприятия, он ходил в ресторан в компании с Дерипаской. Вот у нас есть эти фотографии, мы покажем сейчас, я надеюсь, да. Да, вот здесь вот рядом с... между Дерипаской и Лавровым стоит, собственно, женщина, с которой приехал сам Дерипаска. Это, назовем ее, эскортница, ну, можно найти в сети. Мы покажем дальше ее фотографии, да. Ну, и Дерипаска со своей любовницей, да? Вот... Вернее, Лавров со своей любовницей. Да, вот здесь сейчас мы видим на фотографии любовницу Дерипаски, эскортницу, которая стоит по левую сторону от Лаврова, по левую руку от Лаврова, а по правую руку от Лаврова стоит уже его любовница, с которой, вот да, вот она... Хотя у нее тоже здесь кажется, что это такая азиатская внешность. На самом деле нет, вполне себе русская женщина. И постоянность путница Лаврова на протяжении многих последних лет. А то, что это официальный визит, кстати, помимо наших данных, это подтверждается тем, что самая левая женщина в верхнем ряду, это официальная переводчица Лаврова, которая ездит с ним на официальное мероприятие. Так что вот такие у нас официальные визиты в компании любовницы-эскортниц и олигархов. Это, ну как бы, фотография просто подтверждает то, что уже было посредством, то, что называется open source investigations, да, посредством открытых данных собрано об этой замечательной такой шведской семье, не знаю, как это назвать, когда тут все живут вместе со всеми на дорогих виллах, но раньше это были просто какие-то такие данные по инстаграму, вот вычислялись, что это те же самые яхты, а здесь, ну они просто позируют вместе на одной фотографии, чтобы уже доказывать. Ну это же уже не первый факт, вскрывшийся сотрудничество Дерипаски с представителями российской власти. До этого было расследование Навального по Дерипаске Приходько, который работал в Кремле в тот момент, насколько я понимаю, Настя Рыбко, вот та тоже история такая, тоже связанная с эскортницами. А кто еще из олигархов, в каких связях с чиновниками был замечен? И вот теперь же олигархи, они такие все вроде как против войны, против санкций, Дерипас, Кавен, Фридман, все там категорически против, Абрамович вообще якобы от России принимает участие в переговорах. А что они на самом деле делают? Что они пытаются вот этой своей позиции добиться, да? Ну раз уж мы заговорили об Абрамовиче, здесь надо упомянуть, что Абрамович выступал в переговорах со стороны Украины, не со стороны России, это очень важный момент. Нет, Украина сказала, что со стороны России. Украина сказала, но это была неправда. Украина привлекла Абрамовича в качестве переговорщика, и он был переговорщиком с российской стороны, с украинской стороны, с российской стороны был Слуцкий. То есть это были переговоры, в которых Абрамович, он по, скажем так, по еврейской линии, его привлекли через свои контакты. И он, ну как бы не то, чтобы он отстаивал позицию Украины, у него не было такой задачи. Он выступал медиатором, который имеет определенный вес и который имеет контакты с Кузьмином лично. И насколько мне известно, он действительно после этого был с визитом в Кремле, уже после переговоров, то есть после отравления. Это в конеч раз, правда, ничем совершенно, но тем не менее, свой роль Челнока, он играл достаточно эффективно. Кстати, к Абрамовичу здесь претензий, наверное, меньше, чем к остальным, поскольку, хотя он долгое время действительно был, как и Дерипаска сейчас, с кошельком Кремля, и выполнял всякие особые поручения, скажем, когда надо было выкупить там у Березовского телеканал, ну и всякие вот такие вот вещи, то есть когда Кремль не мог сделать что-то своими руками, он делал это руками Абрамовича. Но уже на протяжении последних лет, наверное, пяти как минимум, Абрамович, в общем, более или менее отошел от этого круга и привлекся сейчас только в связи с войной, потому что, ну, понятное дело, он не хотел лишиться своих всех активов зарубежных и гражданства европейского. Видимо, он все равно всего этого лишится, в том числе португальского гражданства. Но так или иначе, он хотел показать, что он сыграет какую-то позитивную роль в умиротворении этого конфликта. У Абрамовича все-таки в другом статусе находится по сравнению с Дерипаской, поскольку Дерипаска, как и многие другие олигархи, вот сейчас Ботанин подключился и прочее, он продолжает оставаться активным именно российским олигархом, всех основных активов в России. И хотя Дерипаска как-то тактично, мягко высказался против войны, и даже сделал такие заявления в серии, кто будет вообще платить за весь этот банкет, не пора ли кончать с госкапитализмом, вообще надо все менять. Ну, то есть он выступил, в принципе, за реформу против войны. По меркам российским это очень смелое было выступление. Но, тем не менее, этот человек, конечно, часть актуальной российской системы. То, что чиновники катаются на его яхтах, то, что он фактически финансирует многих из них, это показатель того, что он до сих пор находится в обойме. Поэтому, конечно, сравнивать его с Дерипаской или Фридманом Савиным, которые тоже давно живут большей частью времени за границей, и вообще Путина в глаза не видели. — То есть Дерипаска — это действующий, условно говоря, олигарх, агент Кремля, на ваш взгляд? — Ну, он именно олигарх в прямом смысле этого слова. То есть, когда мы говорим об Авене и Абрамовиче, и о Фридмане, то на данный момент это именно миллиардеры, а Дерипаска — это классический олигарх, то есть человек, который находится в таком тесном симбиозе с действующей властью. И вот эта линия между путинскими интересами и интересами Дерипаски, она весьма размытая, поскольку, опять же, Дерипаска выполняет определенные поручения, которые ему дают. — Понятно. Исход журналистов из госканалов. Первая была Овсянникова, после нее, вот, недавно, я так понимаю, из Москвы-24 уволилась шеф-редактор Архипецкая. Архипецкая уходит не только журналисты, но и ведущие развлекательных викторин, каких-то развлекательных ток-шоу. А это все из-за войны, из-за санкций, из-за того, что, по-моему, американское посольство вас тоже рекомендовало всем покинуть гражданам Америки территорию России. Почему такой сильный исход? Вот как-то до этого война была, 14-го года никто никуда не уезжал, все прекрасно работали на госканалах, а теперь прям прорвало. Нет, ну, разница между войной, которая шла с 14-го года и нынешней, она, конечно, выразительная. И понятно, что, ну, с 14-го года тоже погибло там больше 10 тысяч человек, огромное количество мирных жителей. И, кстати, для кого-то это тоже была красная линия. То есть мы видели, что и какие-то чиновники, и какие-то люди, работавшие на телеканалах и прочее, они тогда тоже уходили. Но масштаб сейчас совершенно другой. Конечно, когда просто сравнивают с землей Мариуполь и Харьков, когда бомбят центр Киева, это выглядит действительно как что-то похожее на то, что было в 41-м году. Это же сопровождается еще и во внутренней политике тем, что российская власть приобретает полностью нацистские черты, все вот эти вот зигули, да, буквы «З», которые там они на себе вешают. Кстати, это совсем не... Вопреки распространенному мнению, это в обществе совсем не популярно. И машин, которые на себе вешают буквы «З», очень мало. И многие из них потом получают какой-нибудь краской себе на стекло или еще что-нибудь. То есть, в отличие от того, что было в 2014 году, в 2014 год там был еще вот эффект Крыма, и он среди путинского, по крайней мере, электората был очень популярен. То есть, процентов 30 населения восприняло на урату, что было в 2014 году. Сейчас эффекта этого нет, и многим людям, включая тех, кто работает на госканалах, им непонятно, зачем все это происходит, и им не близка вот эта нацистская риторика, символика, эстетика, которая сейчас идет от всех госканалов. Поэтому, да, красная линия, она как бы сдвинулась, и многие поняли, что вот к этому компромиссу они не готовы. То есть, мы видим, что на телеканалах остаются люди, которым уже просто нечего терять, типа там Соловьева, Киселева, Скобеевой, Симоньян. Ну, то есть, люди, которые уже настолько продали свою душу, что они понимают, что, ну, как бы они сожгли мосты, да, они уже никогда не вернутся в бизнес as usual, в нормальную какую-то журналистику. То есть, если в России сменится власть, ну, этим людям надо будет просто бежать из страны непонятно куда. Вот, а те люди, которые не особо засветились, даже не из-за санкций, скорее, а из-за того, что, ну, все хотят потом с кем-то нормально общаться, со своими друзьями, знакомыми, и просто, может быть, ездить за границей и так далее. Ну, мы с ними разговаривали, со многими, и тем, кто остался, тем, кто уже уехал. С журналистами, вот, да, которые уезжают? Да, с пропагандистами, и теми, которые уходят, и те, которые еще остаются. У нас будет скоро текст про это, думаю, через неделю. И большая часть из них говорит, так вот, жалобно, что, ну, нам, конечно, все это не нравится, но мы больше ничего не умеем делать, кроме как, вот, вот, работать на телевидении. У нас нет никакой другой профессии, другой работы, мы всю жизнь вот этим занимались. И поэтому уходить очень сложно, даже когда ты уже понимаешь, что это какая-то фигня, а не журналистика. Но для меня это очень плохое оправдание, конечно, потому что одно дело, когда ты там под дулом пистолета что-то делаешь, а другое дело, когда ты останешься просто без работы. Ну, найдите другую работу, ну, там, не знаю, улицы подметают, в конце концов. Но просто, если нужно психологическое объяснение, то это объяснение не в том, что они в это верят, и то, что они такие тупые, что они такие злые, а в том, что просто они, как бы, такие слабые конформисты, которые, ну, столько инвестировали уже в свою работу, карьеру журналистов, настолько им нравится вот эта атмосфера телевидения, они настолько привыкли, что психологически очень сложно с этим раз и навсегда расстаться. Это, кстати, не только сейчас. Вот год три назад, вот, я помню, Скоробутов, по-моему, был журналист, который ушел с ВГТРК, он тоже, как бы, не из-за политики ушел, а там был конфликт у него личностный. Мы тоже с ним брали интервью на тему, почему вот только сейчас прозрел. И он говорил все ровно теми же словами, да, что, ну, как бы, вот он больше ничего не умеет делать. Это вот его часть, большая, огромная часть его жизни. Очень сложно взять и отказаться. Мой новый блог выйдет в эфир ровно через неделю. Однако каждый будний вечер я рекомендую вам смотреть блоги моих коллег в это же время на телеканале «Новый мир». Наша команда – это очень сильные блогеры и журналисты, поэтому с нами вы будете в курсе реальных событий в правдивом изложении и с качественной аналитикой. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова